продолжается турнир в штутгарте друзьям на ринг выходит следующая пара боксеров 2 среднего веса и в красный угол вызывается боксер из украины виктор поляков виктору полякова уже 36 лет ветеран но боев правда провел не так много потому что профессионалы перешел довольно поздно 13 побед у него на счету одна ничья одно поражение вот такой своеобразный выход посмотрите в маске ну почти зор и надо отметить что виктор поляков подавал надежды достаточно неплохо выступал в любителях да на олимпийские игры приезжал да был представлял украину на олимпийских игры 2004 года в афинах победил двоих соперников но в четверть финале ввиду явного преимущества уступил казахстанского боксеру бахтияру артаеву который кстати был и стал олимпийским чемпионом и был признан лучшим на турнире во всех весовых категориях ну и поляков в 2006 году эмигрировал в сша и начал там карьеру постоянно боксера и у него так получалось что было много перерывов уже до боксера как я уже сказал боев немного всего 15 до вот у него был огромный перерыв между 2012 и семнадцатым годом 5 лет соперник на ваших экранах друзьям немецкий боксер штефан хертель хартель участник олимпийских игр 2012 года 29 лет этому боксеру и проиграл кстати в четверть финале на олимпиаде тогда британцу энтони ого-го который тоже стал сейчас по профессионалам они дрались тогда в среднем весе до 75 килограммов ну и ого-го сейчас конечно чаще выступает уже много боксов много у него боев на профи ринге но еще не достиг вот того уровня которые ему прочили но тем не менее на слуху ну и конечно стоит в рейтинге выше чем вот немецкий бывший соперник для виктора полякова это уже пятый бой за 2017 год решил он наверстать упущенное но правда сначала когда после возвращения была у него неудача он проиграл потом была ничья и вот сейчас две победы подряд сначала огорчил он болельщиков дариуша сека а потом победил джованни де карлиоса виктор поляков видите его реальный вес альков невысокий плотно сбитый улевенгер улевенгер простите ветеран тренерского цеха германии в углу ухертелем германии звуком степа а а ты конечно так подходит к этому поединку статусе фаворита не имеет пока поражение не имеет больших перерывов выступает на родной земле но исходя из той скорости и того объема который сейчас набрал виктор поляков может оказаться что разочарует он и немецких болельщиков также большая разница в росте 184 сантиметра у немецкого боксера видите да и 173 у виктора ну и также в размахе рук 178 сантиметров размах рук у украинского боксера и 188 у немецкого а но поляков атлетичен мощно сложен вы видите такая мускулатура развитый плечевой пояс и конечно же будет искать свои шансы на ближней дистанции либо длинными боковыми честно говоря я не смотрел его бои но так предполагаю какая тактика будет в исполнении украинского боксера хертель конечно же сразу старается держать виктора на дистанции не подпускает к себе только виктор делает шаг тут же хертель убегает достаточно плотно сейчас виктор приложился хоть и по перчатке да я там и в корпус был неплохо чем и снова попытка атаковать в туловище но на этот раз попал в локоть соперника но работа по туловищу здесь как раз просто таки обязательно вот снова да здорово сначала за левый за правый потом за левый локоть хорошей комбинации демонстрирует украинский боксер пошел вперед гонал но главное чтобы не увлекся пока получается все очень неплохо все правильно он намного старше ему надо с самого начала объяснить кто здесь не объяснить нет просто достичь максимума успеха в ранних раундах потому что затягивать бой а бой длинных десяти раундов ему не с руки совершенно да в предыдущем эпизоде кстати хертель приземлил неприятный удар в область печени по Виктору сейчас Виктор натыкается также на правой прямой вот здорово упёрся головой перчатки нанёс несколько боковых заключительный удар так удары эти по корпусу были скорее больше для обозначения а вот левый боковой зашел сдвоенный левый боковой снова но остался на удобной для хертеля дистанции Виктор и пропустил неприятный в ответ атаке по корпусу исполнение украинского боксера смотрится неплохо но подказ судя по всему они особого особых каких-то неприятностей соперникам не приносит а 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 напоминаю что этот турнир проходит в рамках кубка а ли Всемирная суперсерия или кубок Мукамеда Али. Бойцы на замену, которые могли бы выйти и подраться. Ну и организаторы решили также устроить бои между ними. Ну, благо весовая категория одна и ничего этому не мешает. Тем более они готовились, держали себя в форме, будучи запасными участниками. Поэтому, чтобы не пропадал труд даром, бой решили организовать и правильно сделали. Начинает передней рукой все удачнее действовать хозяин ринга. Снова мощные удары по туловищу. Не получилось Фиктору поднять голову соперника для того, чтобы локти у него оторвались от корпуса. Но попытка была достаточно неплохая. И, кстати, еще вот у Виктора сейчас есть пояс. Правда, пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBA. И завоевал он его как раз в предыдущем бою, перебоксировав Джованни Д. Королиса. Ну, вот так вот. Вторая молодость она скупила для этого боксера. И пока, в общем-то, все довольно неплохо у него получается. Посмотрим, как будет в этом бою. Еще раз скажу, посмотрите. У Хартеля все чаще вот этот джеб проходит между перчаток и достает он соперника. Причем джеб не такой, отнюдь нелегкий. Очередная атака по туловищу в исполнении украинского боксера. Ну, рано или поздно это должно сказаться, конечно. Ну, потому что, да, у него такие очень увесистые боковые удары. Им нужно просто... Они смотрятся подразбительные. На самом деле, трудно понять, насколько они действительно сильные. Но в любом случае, количество в качестве переходов здорово. Есть, хорошо, здорово попал. Все-таки заставил соперника чуть-чуть опустить руки, раскрыть перчатки. И вот таких моментов нужно побольше. Пускай привыкнет немец к тому, чтобы пробивает ему Виктор по корпусу. Ну, да, сейчас апперкот вскользь, но попадает. И Хертли, конечно, пытается реабилитироваться после каждого успешного действия Виктора. Но надо отметить, что уже во втором раунде, который приближается к своему завершению, Виктор все чаще и чаще и легче проходит на ближнюю и удобную для себя дистанцию. Хертли, не так легко удается держаться далеко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, пока все неплохо складывается для боксера из Украины. Ну, еще раз заметим, что дистанция большая, 10 раундов. Интересно, в каком состоянии физическом он будет дальше. Ну и насколько соперник сможет противопоставить что-то передернуть в этом бою, что-то поменять. Ну, настрой у Виктора Наполихова очень хороший, такой боевой. Чувствуется, что он уверен в своих силах, и он гнет именно ту линию. У него есть такой вот план на бой, он его придерживается довольно четко. Да, и делает пока то, что приносит ему успех. Хорошая многоударная комбинация низкобоковых. Ну, уже который раз мы видим эту комбинацию, его исполнение. Он подходит на среднюю и чуть ближе дистанцию, выбрасывает вот эти удары. Причем и вправо, и слево боковые по корпусу. Они проходят, как правило. Но соперник еще двигается. Когда-то он должен, конечно же, встать от этих ударов. Боковой его немца не прошел. Агрессивнее. Поляков. Здорово, сейчас ушел под руку. Ну и агрессия, конечно же, должна сыграть также свою роль. Ну, Хартер пока, в общем-то, держит эти удары. Как долго это будет продолжаться, это другой вопрос. Судя по тому, как действует немецкий боксер, он действительно физически очень хорошо подготовлен. И может, это такая тактика у него тоже затянуть бой в дальние, в поздние раунды, дать выработаться сопернику. Потому что сейчас он пропускает, но не сломлен... Не потрясен особо. Не потрясен, да, совершенно. И нельзя сказать, что он устает пока. Ну, было хорошее попадание у Виктора как раз через переднюю руку. Но после этого Хартли стал более внимательно держать. Надо определить, это тактика немецкого боксера, вот такая затягивание, да, либо все-таки он уступает по ходу боя просто сопернику, который агрессивнее, лучше готов и просто лучше боксеру. Ну, в любом случае, думаю, что в течение ближайших двух раундов это станет понятно. Безусловно. Такое впечатление, что недоволен собой вот немецкий боксер. Грамота, грамота, третий удар, три удара, а ты ему пять. Ну, а получил еще, чтобы видно было, понимаешь? Не перерезай дорогу, по кругу не бегать, не перерезай дорогу и повторяй. Он уже устает. На ручку не повторяй. Все, поди пи. Он уже устает, понял, да? Он устает. Руки опускаю. Показывай, живота, лево-боковой бину удать. Ударь раз, ударь раз. Ну, вот вы слышали наставление в углу у Балякова. Смотрим повторы. Ну, вот эти боковые удары пока предплечье, в локоть. Ну, очень здорово сдваивает, страивает эти боковые. Баляков. И когда-то, конечно же, должна концентрация немца подвести. И вот по печени такой прессы прилетит, я думаю, будет совсем не весел. Ну, пока на Хартере не сломлен. А впечатление, что он как-то не очень-то заряжен на этот бой. Вот потому, как он уходил, ушел в свой угол после гонга в предыдущем раунде, впечатление было, что у него тяжелую работу он делает ненастроенной. Вообще ему все это как-то, извините, не в кайф. Делает сейчас рефери за низко опущенную голову, замечание Виктору. Ну, кстати, не может немец подловить Виктора на начале движения, потому что вроде бы Виктор начинает атаку издалека, но очень быстро и достаточно легко пробирается на удобную для себя дистанцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не удалось перехватить сейчас атаку, а вот сейчас получился отличный удар. Виктор продолжает атаковать Поляков, продолжает отнести свою агрессию. У Хартеля пока, кроме неплохого, в общем-то, джеба, мы ничего не увидим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, по защите он так мастерски лупит. Не, ну, он очень редко выбрасывает сильнейшую руку. В основном джеб, джеб, джеб. Джеб хороший, ничего не скажешь. Ну, это немецкая школа. Здесь этот удар умеют ставить. Снова хорошая атака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Хартель старается Полякова держать сейчас подальше, именно много подключая джеба, но на этом дело и ограничивается. И снова как-то без настроения шел свой немецкий боксер. Вполне возможно, что он просто такой флегматичный и не очень нервничающий парень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, знаю, как Коля Веддер может настраивать своих боксеров, но пока мы этого не видим, такой особой накачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он сейчас хорошо навстречу, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь такая не очень внятная атака. от Хартеля. Пятый раунд тем временем подошел, он накатил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз скажу, очень важно будет и интересно будет нам посмотреть, именно во второй половине боя, насколько, каким будет Поляков. Сбавит он, как градус своей агрессии, вот этот, мощь своих атак, вот этот свой прессинг, или будет продолжать. Собственность от того, насколько он готов, физически, в какой форме, какова его выносливость. Сейчас он, естественно, и понятно, несколько замедляется, но это замедление не настолько критично, чтобы оно вот сыграло в минус и каким-то образом поменяло картину боя. Потому что также он достаточно успешно прорывается на ближнюю дистанцию. И, конечно, да, повторяется в своих атаках, возможно, уже Штефан к ним привык, но, тем не менее, постоянно этими атаками он соперника держит напряжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо сказать, что Хартель так же, пытаясь огрызаться, пытаясь отвечать, все равно в той или иной степени начинает нервничать, потому что он тоже не может ключей подобрать к Виктору для того, чтобы начать вести уже свой бой. Каждый раз громко выдыхает немец на свои удары. Началось это еще с самого начала поединка. Ну, это у многих боксеров звуковые удары какие-то. Ну, так удобнее. Но все-таки обратите внимание, защита у Хартера очень даже неплохая, да? При этом соперник атакует, соперник выбрасывает много ударов, но локти, перчатки, зачастую всегда на пути этих ударов. Классика немецкого бокса. Плотно зажатый блок, который не так-то легко и пробить. Нет, ну, я бы не сказал, что сейчас Хартер действует в такой, как вы сказали, хвастике, да? Как выставал Абрахан, как выставал Абрахан, как выставал Абрахан. Абрахан. Видишь, это нормально, правильно? Он устал. А это немножко подождите, может, я так правду. Бадно? «Товеренство. Народайте. Повторяйте. Повторяйте. Ход же левый сбоку, ход же справа левый сбоку. И повтори. Нормально, нормально. Все, это нормально. «Я яinerще показал правого и ушел и ембедлина твоя боковая. Вот рука опускается. А потом что дальше опускается?» «Товеренство. Подолеешь, понимаешь? Все нормально. У тебя ничего нет, ни сечки, ничего, все хорошо. Ну и сейчас вот тренеры сказали Виктору, что возможно стоит взять небольшую паузу, но довольны тем, как идет бой. Добавили некоторые рекомендации. Ну и так же, как мы услышали, уже привычная для этого поединка смена уровней живот-голова. Возможно сейчас Виктор отдаст немножко инициативы немецкому оппоненту, а возможно и нет. Вряд ли он будет делать так вот явно, потому что он понимает, что вот этот рисунок но ведет его к победе. Который он начал с первого раунда, она ему приносит успех, уже шестой раунд. Что же, добра добра не еще. Останавливаться, давать сам шансы сопернику. Глупо. Будут вопросы исключительно физических кондициях, мне кажется. Потому что уже половина боя скоро будет позади. И шестой раунд. Поэтому, чтобы силы растянуть до конца. Вот мы видим, да, какое количество ударов выбрасывает, особенно по туловищу украинский боксер. Но они эффектны, да, внешне. Но мы так и не помним, насколько они действительно эффективны. Потому что у него нет нокаутирующего удара. Мы это уже поняли, знаем. Во-первых, по статистике, которая есть. У него есть 13 побед, всего 6 досрочно. Но количество-то переходит в качество раны или поздно. Тем не менее. Должно так быть. Ну да, когда вот так каждый раз соперник стучит по болевым точкам, уж в печень там явно даже сквозь ее локти все равно прилетает. Как или иначе становится с каждым ударом все больнее и больнее. И когда-нибудь Хартель должен это почувствовать. Лучше, конечно, раньше, чем позже. Лиже пояса был удар, фиксирует рефери. Но Хартель пока ничего не показал. Да, вот как мы видели его вот работа в основном вторым номером, передней рукой. Не более того, мы предполагали, да, что где-то во второй половине боя он может усилиться, ускориться, поднять плотность боя, начать атаковать на более явно. Но пока этого мы не наблюдаем. главные события вечера нам анонсируется. нам напомнили, что впереди у нас главный бой, отчего, чтобы, собственно, все это шоу и затеяно. Финальный бой между Юбинком, Юбинком-младшим, Крисом Юбинком, и Юбинком. На самом интересном месте перешли на угол немца. Домой хотели услышать, что же там после «но». Но увидим в седьмом раунде. Тройка прямых. Ну, потому что долго-долго готовился на этот раз Баряков дал возможность сопернику выбросить вот эти легкие удары. Хорошо, включается. Снова забрал инициативу в свои руки, вы видите. И очень здорово. Разорвал чуть-чуть дистанцию, дал сопернику выкинуть удар, тут же вернул 2-3. Снова разорвал 2-3. Отличная была серия от Полякова, и он намерен ее продолжать. Легкими ударами сейчас пытается сбить блок. Очень хороший, надо отметить, блок. Стефана Хартля. Медленно, медленно лезет немецкий боксер. Может, начинает сказываться целый удар по туловищу, который он пропустил в огромном количестве. Он так-то был не очень-то быстро. Не супер, вернее, быстро. А сейчас еще больше замедлился. в очередной раз мы наблюдаем, как падает капом. Ну, такой флегматичный парень, собственно говоря, боксирует, как получается, пока не... пока получается не очень. Да, пока не то, чтобы очень получается. Ну, и поэтому нет огня в его действиях. тройками прямых старается держать Полякова на дистанции. Ну, только держать на дистанции, не более того. Ну, хотя, Поляков сейчас стал молчать неплохо. А до этого в двух эпизодах подходил без ударов. Может, действительно, начинает сказываться уже усталость. перчатки-то поддевать за ногу не надо было совершенно. Ну, уперся тогда. Не, он его под коленку так схватил. Ну, мне бы казалось, что потом было и не прочь поднять соперника, протянуть ему руку. В любом случае, атака Полякова продолжается. И сейчас в ответе Хартль совсем не был точен. Ну, и Поляков. В общем-то, из процента попадания из этого количества ударов отнюдь невелик, конечно. Но, тем не менее, он ведет, он выбрасывает удары, он все делает правильно. Агрессивнее, да. Он выигрывает этот бой. И вот это движение, видите, вот. тейкдаун 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 говоря языком MMA. Он весит от него Субтитры делал DimaTorzok Да, Виктору тренер сказал, чтобы повнимательнее он шел головой вперед Здесь рассечение, да, и столкновение, и тем более снятых баллов совсем не нужно И еще три раунда запланировано в этом поединке Удается пока удержать Полякова на дистанции Хартлю Поляков сам сейчас пока выбирает момент для атаки, для начала атаки Ну, долго он на этот раз выбирает Хартель опережает пока Да, в этом раунде он выглядит действительно побыстрее Что успевает пока держать Виктора на удобной для себя дистанции Не дает подобраться к себе Для того, чтобы опять пробивать те самые многоударные серии с боковых ударов Которые мы с вами наблюдаем на протяжении всего поединка Да, здесь обоюдное замечание Виктору за низковато опущенную голову Ну, а, соответственно, его сопернику за то, что эту голову пригибал Правый боковой через руку Зашел, так заставил тут же Хартля поднять перчатки Как-то немножко меняет свою манеру Чувствуется действительно, но он ставил на последние раунды Силы у него еще остались Да, и становится более точным в попаданиях на встречу Немецкий спортсмен И, конечно, очень много поляков вынужден гоняться за своим оппонентом Не всегда успевает среду тюглы Да, есть пружина Снова возвращается поединок в центр ринга Хартин как-то уперся в этом раунде Даже пытался перехватить инициативу Не познали? Смотрите, взгляд стал другим Ну, интересно, какая картина нас ожидает в следующем и финальном раунде Удивительно спокоен Ну, так, рекомендации дает достаточно сурово В своей манере Девятый раунд Интересно, интересно Не сразу Вейгнер ушел за канаты Итак, насколько сейчас Хартель поменяет свою тактику И вообще была ли это смена тактики? Или просто так? Сейчас мы это узнаем Даже если это была сознательная смена, то довольно поздно Она выступила восьмой раунд И она не была такой уж явной Да, учитывая, что Хартель вообще далеко не на каутер Я напомню, 14 побед, всего лишь одна досрочная То есть здесь затягивать поединок в поздние раунды и их выигрывать Но вот Три против семи Если он их сейчас заберет Низковато попал Но сейчас действительно достаточно сложно Полякову пробраться на свою дистанцию Он подустал Это понятно, это ожидаемо Ну вот отлично Вот пошел, кстати, сейчас очень схитрил карты Сделал микрошаг назад И тут же пошел вперед, когда Виктор начал выбрасывать ударов Тем самым получилось, что сперчатки залетали чуть дальше И в итоге не был он прижат к канатам И Виктору не удалось своей многоударной серии развить Сдваивает снова боковые Поляков Очень здорово Нырком ушел Предварительно наградив оппонента апперкота И, конечно, достаточно хорошо Хартли чувствует габариты ринга Фактически Всегда, когда Поляков пытается его прижать к канатам Или зажать в углу Хартли успевает уйти И рефери в очередной раз делает замечание Виктору За низко опущенную голову Я так понимаю, что сказал, что еще один такой эпизод Да, похоже, что это было последнее предупреждение Но, мне кажется, это немножко так вот подыгрывает хозяину ринга Предвзято, да, все-таки тоже Потому что слишком много внимания он именно Виктору уделяет Неплохо, а лево боковое Есть попадание, да, нужно развивать Ну, чуть-чуть не хватило времени Ну, что ж Ну, концовка хорошая все равно была за Поляковым Будет ожидать финальный раунд Так оптимистично закончил 9 раунд Поляков Да, даже сейчас на повторах, если будет показано Есть вот это было попадание Порадовался Ну, может быть, слишком преждевременно Но, возможно, это именно добавит ему куража Дополнительных сил И увидим В другой точке Так вот, тот же эпизод нам показан Ну, мне кажется, в принципе, уже в этом бою почти все решено Но, если судя не начудят, то вряд ли Хартл что-то удастся сделать реальное А реально это надо нокаутировать Или как минимум хотя бы послать соперника в нокдаун Да нет, даже это не поможет Ну, причем, что удивительно Первый нокаут в его карьере был в предпоследнем бою В январе 2017 В восьмом раунде Тогда он соперник своего победил Но вот последний бой состоялся в июне этого года Против Патрика Менди Там Хартли выиграл По результатам всех десяти Быстро пролетела первая минута Десятого раунда И уже, в свою очередь, Виктор с блоком просто подходит К Хартлю Но Хартли включил ноги Включил ноги, но этому не помогает Надо же выигрывать раунд Как минимум Да и то вряд ли Это поможет Сейчас были, кстати, неплохие попадания у немца И Улли Вегнер Активно что-то подсказывает своему подопечному Виктор, конечно, уже сейчас Начинает использовать клинч О, Хартли Ему отвечает той же любезностью Начинает на нем висеть Итак, последняя минута Десятого раунда Пролажает Поляков гоняться за своим оппонентом Ну, опять, да Тут вот рефери раз за разом Всегда обращают внимание Именно на Виктора Он действительно Давил локтем на соперника Солкновение головами Не был снят бал Что хорошо Все, финальный гонг Заставят в атаке Украинского боксера Виктор такое ощущение, что еще не выключился из боя Потому что пытался его поприветствовать там Харты И Виктор так достаточно напряженно и сконцентрированно уходил в свой угол Здесь совсем такая спокойная какая-то атмосфера Несмотря на то, что в финальном раунде Крифей немецкого бокса Уль Вегнар Пытался что-то активно подсказывать Сейчас уже понимает, что Ну, раун такой Равный получился По попаданиям Вот Стопновение головами было Вот вы видите Ну, здесь, конечно, на вот таких замедленных повторах Видно, насколько и тот, и другой, конечно, хотели попасть плотно по сопернику Так, чтобы уже все решить Вот на этих повторах Все пока в пользу немецкого боксера Ну что, молодец Ветеран Повел хороший бой Теперь снова засудим Особного оптимизма здесь в углу Немецкого боксера мы не видим Но они на протяжении всего боя Были тогда достаточно флегматично настроены Ну что, давайте слушать Какой же будет итоговый результат Ничья? Большинство голосов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...